Совсем недавно эти обложки выглядели совсем иначе. После повторной переработки материал попадает сюда, на фабрику. И здесь происходит вся магия. Идея заняться производством деревянных изделий к Юрию пришла во время наблюдений за маленькой дочерью. Первоначально он задумал производить деревянные игрушки, но возникла проблема с нехваткой оборудования. Тогда Одессит решил изучить рынок канцелярии, при этом сохранив концепцию – использовать дерево. Постепенно ассортимент начал расширяться, а вместе с ним и мощности фабрики. Первоначальные идеи были самые простые – это производство простой канцелярии, сбыт ее по нашим одесским крупным сетям, а также на 8-м километре. Но анализ рынка, общение с владельцами контейнеров, с владельцами одесских магазинов натолкнули на ситуацию, что в тот период конкурировать с китайским рынком в сегменте обычной канцелярии было невозможно. Сырье для производства фабрика закупает за границей, а фурнитуру – в Украине. Из доступных материалов – дерево и макулатура. Исключением стали изделия из курзама. Их делают из отходов сельского хозяйства. От дизайн-проекта до нового образца может пройти от двух до четырех недель. Сложнее всего комбинировать материалы. Это одна из немногих машин, можно сказать, практически единственная в Одессе, которая соединяет книжные блоки с помощью клея. В основном распространены на термоклей. У нас полиуретановый клей, который, в принципе, заменяет изготовление книжных блоков. Вместо прошивки нитками мы соединяем клеем. Они имеют достаточно большую прочность, эластичность и долговечность соответственно. Вот у нас уже блок, соединенный на клеем. Он должен в определенное время постоять, чтобы клеем набрали свою прочность. И потом можно дальше в последующую обработку использовать. Владелец предприятия рассказывает, что в период карантина производство продолжало работу, учитывая соблюдение необходимых мер безопасности. Но вот с продажами дело обстояло чуть сложнее. Полиграфия – это сезонный бизнес. В начале года работы практически не было, признается Юрий. Магазин стал витриной для оптовых клиентов. А вот за развитие сайта взялись лишь недавно. Теперь там доступен весь существующий ассортимент товаров. Мы же позиционируем свой товар как товар массового потребления. Мы разработали определенную цепочку технологического производства блокнотов, которые позволяют делать блокноты не 50-100 единиц, как в частных мастерских, а до нескольких тысяч в неделю. Как соединяется записная книжка, блокнот. И выходит готовая продукция. То есть оператор в принципе только вставляет заготовку, нажимает педаль, пружина сама отрезалась на мне в какую-то измену, и вышла готовая продукция. Я думаю, изменить мнение – это начать пользоваться товарами из переработанных материалов и на практику убедиться, что они ничем не уступают ни по красоте, ни по своим свойствам от изделий, которые делаются из простой бумаги, не переработанной, либо из констоваров, из пластика. То есть они гораздо практичнее, они при утилизации не вредят окружающей среде, и в руках они гораздо приятнее, чем пластиковые аналоги. Любопытно, что в Украине у фабрики нет конкурентов, а наибольшим спросом продукция одесситов пользуется за границей. Потому уже в следующем году предприятие представит свою экоканселярию на международной выставке во Франкфурте.